весна время тепла красоты и обновления пора проститься жаркими шубами и пуховиками пора проявить все свое обаяние на модных практиках весна и значит наступило время ярких скидок на все наши курсы мы знаем как подготовиться к самому романтичному сезону и поможем вам быть красивыми цветущими в одежде шиты своими руками на модных практиках грандиозная распродажа добрый день вы на канале модной практики напоминаем что у нас видео выходит каждый день сегодня мы с вами возвращаемся в рубрику модные вещи простыми методами модные вещи простыми методами никогда мы в эту рубрику не забудем потому что нам очень часто нужны модные вещи мы не хотим сильно еще иногда и заморачиваться поэтому сегодня мы рассмотрим вот такую абсолютно простую рубашечку с цельнокройным рукавом но он у меня здесь длинноват нарисован может быть я так покороче его сделаю а может быть я вот вырежу вот так три четверти а потом буду его заворачивать над локтем я посмотрю вот еще по поводу этого момента здесь широкая я хочу сказать какая широкая но минимум четыре с половиной сантиметра вот эта планка врезная пути по пола и стойка не будет у нас находить на планку а стойка сбоку будет входить в планку смотрите эскиз у нас планка от низа до верха абсолютно ровная но она у нас вот так нарисована для понятия что она вот так открывается мы будем ее делать закрытом виде но она когда в раскрыта будет она вот так действительно будет открываться из чего состоит блузка полочки спинки с цельнокройным рукавом планки и стойки кто-то кто-то из вас конечно может быть вот здесь сделать карманы тоже это будет абсолютно правильно и логично может быть даже я сделаю карман кто-то вот здесь потом сделает имитацию отреза и вот здесь заложит какую-то складку на рукаве в этом месте пожалуйста вот так вот раскроете заложьте сделайте складку тоже будет правильно кто-то сделает отладно отложной манжет кто-то сделает такую веревочку на пуговичке которая будет вот так вот все это прихватывать тоже будет правильно то есть я вам даю вот такую голую версию а дальше вы уже там работайте кто-то сделает кокетку кто-то сделать прямо в цельнокройном рукаве такую круглую кокетку и сделать сзади встречную складку кому там что-то спинку любит пошире пожалуйста тоже это будет правильно сзади можно сделать прям вот такую круглую кокетку но мы сегодня краем полочку спинку планку и стойку все весь материал мы постараемся показать в одном видео чтобы она мне разделять этого материала поэтому сегодня мы мало разговариваем и много работаем сегодня у нас моделирование сметывание примерка в одном видео начнем с цельнокройного рукава кто-то построит по своим меркам кто-то возьмет как я вот так вот спинку из базовой основы но спинка должна соответствовать половине базовой основы нельзя ее брать там где у нас паровина праймы середины праймы идет боковой шов половина базовой основы и половина базовой основы у нас еще будет полочкой так я ее сейчас прикалываю у меня вот такой великолепный французский хлопок рубашечку я себе шью к модным брюкам номер один модель номер один то что мы уже смесь метали померили и пока уже отдали в пошив такие брюки и такой грубой ткани как бы с чем-то надо носить ее не оденешь шелковые блузы шелковой рубашкой майки я не сильно люблю поэтому я люблю хлопок и сейчас мы с вами сделаем такую рубашечку и вот такую рубашечку стальной крови нам рукавом конечно я буду носить с удовольствием я хочу удлинить сантиметров вот так вот я удлиню на 10 а там посмотрю так находим верхнюю линию примерно длина 40 и примерно 30 37 я открою плеча откладываю просто так у 37 просто пока ничего не откладываю просто вот так вот вот это расстояние пока у меня 37 сейчас я найду что-то другое от верхней точки плеча до начну с того что я сантиметра полтора с плеча сниму давайте я сниму сразу и по центру спины я снимаю ну миллиметров шесть здесь нельзя много снимать а так я не хочу чтобы у меня стойка упала в саму шею попала снимаю и вот я теперь получила верхнюю точку плеча можно конечно сделать стучку прям вот здесь не комфортно и не интересно и горизонталь провожу от начала плеча сюда и от нашей точки вот с пересечения с наша отметка я вниз откладываю сантиметров 12 я же вам специально каждый раз даю разные методы построения рукава чтобы вы понимали насколько вы свободны не значит что я один раз вот вот так построила теперь всегда так также и наклон вы знаете может быть любой но я вот выбрала вот такой понятно что у меня вот здесь конечно не будет никакой вытачки я уже рисую карандашом чтоб вы видели от высшей точки плеча если провести горизонталь и сделать спуск 12 сантиметров я нашла наклон плеча и теперь от этой точки под прямым углом к этой линии под 90 градусов я откладываю 17 сантиметров но я так придумала 17 вы себе придумайте какую-то свою цифру вот 17 этот угол прямой и этот угол тоже прямой все очень просто рукав готов ну я хочу немножко чтоб она была у меня такая широковатенькая давайте расстоянием от низа проймы до талии разделим пополам 20 ну примерно вот 10 примерно от этого уровня у нас пойдет строится цельнокройный рукав примерно от вот этой половины но я вот так вот без припусков на швы беру еще сантиметра по два вот так вот свободы лето свободная рубашка далее девочки я вот это вам рассказываю если бы я не рассказывала мне надо было на это две минуты построить и две минуты вырезать и вот эту точку соединяете на любой линии какая вам нравится я люблю аккуратненькие такие не люблю вот такие сильные мешки поэтому я и наклон здесь делаю и здесь видите от половины я еще немножко подняла но однако видите от вершины проймы насколько мы опустились строитель накроен рукав кто-то построит прямо вот отсюда вот такой большой прямо летучий мышь тоже будет правильно кто-то от этой точки сразу уйдет сюда тоже будет правильно но я делаю как бы для себя поэтому для меня очень важно чтобы нравилось мне горловина росток 07 плечо сантиметр вот так вот к этим брючкам я сейчас сошью эту рубашечку но у меня еще нет ремня ремень буду искать но например я конечно покажу какой-то ремень из тех ремней которые у меня есть потому что сейчас точная на этой неделе не брошу работу и не отправлюсь по магазинам искать ремень сзади можете сделать вот такую круглую кокетку отсюда можете сделать складку все что угодно пишите если вам интересно мы на вот от этой рубашечки можем сделать еще всевозможные рубашечки от романтических в рюшах с возможным манжетами кокетками складками разрезами и так далее мы же делали с вами 10 платьев цельнокроен рукавом можем сделать с вами 10 блузок с цельнокроеным рукавом почему нет весна впереди гардероб себе создавать надо а мне надо знаете что сделать сейчас накалечку я пересниму вот эту выкройку которая получилась у меня-то выкройки нету отлично вот так вот выглядит моя рубашечка напоминаю здесь прямой угол и здесь прямой угол я хочу напомнить о том что у нас спинка со швом почему спинка со швом и в такой модели можно делать без шва но смотрите нам нужно положить один срез в одну сторону другой срез в другую сторону а здесь у нас все таки ну надо делать шов а если мы постараемся сделать оба без шва тогда нам нужно больше ткани в одну сторону накладывать другую сторону прикладывать все время нужно будет сгиба но чтобы так нет не терзаться все-таки делайте спине шов и помним что у нас центр спины не край ткани вот этот край ткани смотрите сюда а вот край вот этой бумажки вот этот центр спины это прибавка на шов центр спины вот 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 край бумажки показываю поэтому мы на сгиб прикладываем не край ткани а вот именно сам вот этот центр спины то есть край бумажки мы приложили на сгиб и сейчас я отмечу чем отличается полочка спинки вот здесь высота я возьму сантиметра 2 и сейчас выведу ну 2 если у меня это с прибавкой на швы то это тоже уже с прибавкой на швы 2 и я вот так вот рукав рисую 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 и вот здесь верхней части плеча вот так немножечко прибавляю очень часто ученики делают ошибку когда вот эту точку параллельно ведут аж вот сюда здесь ничего не надо привалять на баланс на баланс надо прибавлять вот в этой части вот в этой части даже на плече уже может быть чуть-чуть но уже чуть-чуть уже на нет сходящий это прибавка вот здесь нужен баланс вот здесь он не нужен а потом звонят спрашивают пишут спрашивают почему у меня рукав уходит назад ну потому что очень много переда вот здесь он не нужен этот вот не нужно не нужна здесь прибавка прибавка нужна только в этой части. Вот здесь, где у нас грудь, живот и так далее. 2 сантиметра мне для цельнокровенного рукава совершенно хватает. Сейчас я вывожу верхнюю точку плеча на центр. Вот у меня уровень. Вниз откладываю 8 сантиметров. 8 сантиметров это прямо основание шеи. Это вот прямо-прямо-прямо основание шеи. Но я не хочу основание шеи. Я делаю еще на 2 сантиметра ниже. Очень часто меня обвиняют в том, что я вот, когда такие выкройки делаю, я не рассказываю о прибавках на швы. Значит, что? Мы должны, когда уже ткань вырезана, у меня вот это с прибавками, понятно, что я и вторую строю, уже эти прибавки заложены. Не парьтесь, не стройте отдельно спинку без прибавок на швы. Потом полочку, потом эту спинку с прибавками, потом брать эту первую выкройку без прибавок. Накладывать сюда, обратно на ткань. Опять делать прибавки. У вас времени уйдет в 4 раза больше. Это точно. Нам надо всего несколько минут. Вот я сделала основание шеи от высшей точки 8, но еще на 2 сантиметра углубила. Это уже со всеми прибавками. Ничего не надо прибавлять. Не хочу. И помним, что мы здесь 2-1,5 сантиметра снимали. Все, начинаю кроить. Кроить очень легко. Сегодня у нас длинное видео, но ничего. Оно у нас обучающее, поэтому вот такой рукав никогда не будет никуда там заезжать. Это точно. чтобы вырезать полочку, на самом деле, нужно 2 минуты. Это просто, что я стояла, вам рассказывала все. Поэтому у нас чуть-чуть, чуть-чуть дольше. Кто-то сделает себе еще, допустим, здесь больше прибавит на свободу. Я как бы, ну, люблю свободноватенькие вещи, но должна быть умеренность во всем. Полочка готова, спинка готова. Линия талии. Горловина готова. Я хочу вот в этой планочке, вот в этой планочке. Ну, рисуночек вот так поперек немножко поставить. Он не сильно выделяется, но все-таки вот центр переда у меня. Для начала определяемся с длиной стойкой, по длине стойка. Ширина стойки и ширины планки у меня 4,5 сантиметра. То есть вот здесь у меня 4,5. Вот здесь у меня 4,5. А вот мне нужно сейчас определиться с длиной стойкой. Значит, у меня стойка начнется. У меня планка 4,5. От центра переда откладываю 2,25. 2,25 сантиметра. 2,25. Это вот. Вот отсюда начнется у меня стойка. Ну, до шва. Вот так вот. От этой отметки до вот этой отметки замеряю красиво на расстоянии 0,7 от края. 11,5 сантиметров. И вот здесь вот я просто по бумажке вот так вот измеряю. Начинаю с 11,5. Ставлю начало сантиметровой ленты. Не надо мерить отдельно, а потом складывать. Мы так будем всегда голые ходить. Но у меня 21,5 сантиметр. Это полстойки. Длина стойки 1,2 21,5 сантиметр. Отлично. 21,5 сантиметр это еще даже не считая планки ширины. Свободненько. Я хочу свободненько. Лето. Не надо, чтобы там впивалось, потом мы потели и все такое прочее. Нет. Поэтому я все замерила, все записала. Сейчас я заготовлю стойку. 21,5 сантиметр. Под прямым углом к сгибу. Ну вот так вот 20. Чуть выше. Вот так вот. Отсюда сделаем подъем два с половиной сантиметра. 11,5 это у меня была передняя часть. Ну, во всяком случае, обычно чаще всего вы точку уровень плечевого шва, как бы, ну, вот это у меня, вы будете сами считать, вот это росток, вот это у нас горловина, передняя часть. У нас линия идет ровно до вот этой точки плечевого уровня и пошла. Отлично. А сейчас построим прямой угол. И на нем откладываем четыре с половиной. Это наша стоечка без припусков. Наш вы с двух сторон. Мы будем сейчас по 0,7 прибавлять. Четыре с половиной. Четыре с половиной. Ну, мы сейчас на примерочку просто вметаем одну стоечку. Там уже девочки будут заготавливать две стойки, сшивать, все такое прочее у нас пока вот так. Прибавляю 0,7. Не делайте больших швов. Я просто умоляю, умоляю, прошу. Невозможно, когда в стойке сантиметр вещь сразу охота выбросить. Вот наша стоечка. Вот если ее приложить к линейке, видите, ровная часть и пошла вот сюда. А вот здесь два с половиной у нас. Ну, отмечаю я центр спины, чтобы отметочка все-таки была. И вот наша стоечка. Вот такая вот очень даже себе красивая стоечка. Мы ее сейчас за камерой продублируем, вам все покажем. Теперь же нам нужно заготовить планку. А вот теперь самое сложное, будьте любезны, сколько ж у меня будет планка. Внимание! Прикладываю сантиметровую ленту к себе. И вот так под грудь, ну вот так вот, вот до этих пор. Где-то между грудью и пупком, где-то вот тут, вот примерно. Ну, где вы хотите, вот вы положите, где вы хотите, чтобы закончилась ваша застежка. У меня застежка 33. Значит, я откладываю 33 сантиметра. Нет, давайте 31. Вот так 31. И откладываю два с четвертью сантиметра. Два с четвертью. Два с четвертью. Это у меня полностью будет 4 с половиной. Ну, и вот так вот я сейчас провожу линию. У меня тут есть отметочки. Ну, это у меня будет, знаете, такая широкенькая планочка. Планочка такая будет у меня широкенькая. Вот эта линия, это прямо наша уже планка вшитая, так как она будет эта. А нам нужно оставить по 0,7 на шов еще сюда. Ну, я на глаз 0,7. 0,7 я прибавляю внутрь. Внутрь. Ну, и могу сразу вот так немножечко надсечь. То есть мы будем, когда вшивать планку у нас уйдет с двух сторон по 0,7, у нас будет точно 4 с половиной. Теперь мы считаем планку по высоте. У нас 32, 31, плюс 4 с половиной стойка. И 30, это будет 36. Ну, возьмем побольше, немножко 37, срежем потом в высоте. То есть нам нужно, чтобы планка дошла до основания шеи и ушла в стойку. Значит, ну, возьмем чуть побольше, 37. Теперь считаем по ширине. По ширине у нас планка 4 с половиной умножить на 2. Это 9 сантиметров. Плюс два раза по 0,7. То есть на обоих срезах уйдет по 0,7 на шов. Плюс полтора. Значит, у нас всего ширина планки 10,5 умножить на 37. Значит, нам надо два кусочка. 10,5 на 37. Как я считала, ширину планки умножила на 2. 4,5 умножить на 2. 9 сантиметров получается. И плюс два раза по 0,7 на швы. Получилось 10,5 на 37. Крой готов. Полочка с вырезанным уже вот местом под планку. Планка, стойка и спинка. Сейчас мы за камерой продублируем вот эти детали и начнем сметывать. Ну, смотрите, чтобы не делать сильно длинным видео, все, я сметала плечевые и боковые. И центр спины. То есть не надо было мне это метать на камеру. Это каждый из вас сделает. Дальше. У нас ширина планки 4,5 сантиметра. Но не ширина вырезанной вот этой вот детали, а ширина планки. Вот она у нас 4,5 сантиметра. Вот так вот раз. Вот отсюда до сюда 4,5. Тут уже есть надсечки. Но мы к планкам вернемся. Давайте сначала вметаем стойку, потому что у нас по технологии сначала стойка. Сейчас я выверну на лицо. Ну, уже вот-вот-вот-вот. Примерочка, терпитесь. Сегодня у нас длинное видео. Конечно, не хотела я вот это видео. Я думаю, что рукав я тоже укорочу. Не хотела вот это видео я как бы снимать один день, потом второй день. Хотела уже, чтобы люди посмотрели и себе сделали сорочку. Не сорочку, а такую рубашечку. Центр стойки с центром спины. Край стойки с краем. И потом в это все прекрасным образом будем вметывать планочку. Конечно, это все будут, девочки, выметывать и делать все тщательно, шов за шовчиком. Но мы пока вот так вот, для того, чтобы вам показать. Если бы я еще сейчас вот это все боковые, плечевые сметывала, ну, как бы у нас бы видео, наверное, было бы час, наверное. Так, стоечку я вметываю. Сейчас будем проверять планки. Мы сейчас проверим, что у нас получилось. Вот никогда ничего нельзя сделать, не проверив. Сначала проверяете, потом вшиваете. Вот наша стоечка. А теперь все внимание на планки. У нас должна быть ширина планки вдвойне 4,5 плюс 0,7. Ну, у нас так и есть чуть больше, чуть больше вот 5 сантиметров. 5,2 где-то вот так вот. Да, абсолютно точно. Абсолютно точно. Теперь надо сложить наши планки. Нижняя планка левая, верхняя правая, потому что у нас она вот, это верхняя планка. И сложить их так, низ сложить ровно и сколоть. Я сейчас вам покажу, на что обратить внимание. Вот от сгиба до края должно быть 0,7. Посмотрите, сколько уроков мы проходим в одном видео. Это же просто невозможно. Я под такую блузку видела, на самом деле, честно вам скажу, в Париже на какой-то витрине. Я подумала сразу, нам такую надо. Вот тут у нас еще рисунок, смотрите. Вот это у меня верх. Вот тут у меня 0,7 остается. И если я переверну, с той стороны у меня тоже останется 0,7. Так, вот так вот. Сейчас мы перевернем, проверим. Сложила планки вот так. Вот тут у меня 0,7. Переворачиваем здесь тоже 0,7. Все отлично, великолепно. Сейчас будем вметывать. Вметываем нижнюю часть. Вот так вот складываем и приметываем. Пальчиками прощупываем вот это вот, где у нас заканчивается вот это. Концы должны попасть на концы надсечек. Ну, я, конечно, пока просто вметываю. Потом уже мы будем показывать. Осталось чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Слегка чуть-чуть потерпите. Ширину всех планок теперь разворачиваем и уходим наверх. У меня не надсечено до самого конца, поэтому мне немножечко здесь трудно. по той причине, что я не хочу надсекать. Я же не портная, которая прямо уже будет шить. Разворачиваем и начинаем шить прямо вот. И так же сейчас в другую сторону. Как хорошо, что взяли стойки и эти планки немножко побольше. Мы сейчас излишек срежем, да и все, там сантиметрик. Хуже, если бы мы заготавливали, заготавливали, а нам там не хватило бы немножко. Это было бы хуже намного. Помним, что у нас по эскизу сверху у нас не планочка, а стоечка. Ну вот я пока этот лишний сантиметрик не буду срезать. Я еще вторую половину приметаю, проверю и тогда срежу или не срежу. Посмотрю, срежу, конечно, у меня же не будет планка выше стойки. Давайте сейчас развернем, посмотрим, что получилось. И я вторую половинку уже буду приметывать за камерой. Да, вторая половинка вот так вот приметается сюда. Вот смотрите, как у нас все будет. Вот осталось мне вот этот край приметать. Я его сейчас за камерой приметаю и одену на себя. Пока у нас просто первая примерочка. Я уже смотрю на это все и думаю, пока, конечно, стоечка, вторая часть не продублирована, края не заутюжены, нету жесткости швов. Она вот так вот будет у меня стоять. Вот видите, да? Тут будут, конечно, у меня пуговички, которые будут застегиваться. Самому простому крою планка и стойка придадут вот такой вот современный хороший модный вид. Ну, конечно, рукава я обрежу выше рукава. Это примерно я сделала. Не хочу никаких рукавов. У нас в Краснодаре жара скоро будет. Ни в каких рукавах не выйдешь. Ждите обзора готового изделия, как эта рубашка будет выглядеть, заправленной в модные наши брюки с ремнем. И как это будет выглядеть. Ну, может быть, я еще здесь делаю с одной стороны карман. Я еще думаю. Думаю, что сегодняшний урок очень поможет вам обновиться к весне и сделать себе без заморочек что-либо модное. Пишите. Жду ваших писем. Ставьте лайки, делитесь нашими видео в соцсетях, подписывайтесь на наш канал и следуйте за нами. Всего хорошего. С вами была я, Паукштрин Михайловна, и вся наша команда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok